Приветствую вас дорогая церковь! Самым драгоценным именем, которое существует на свете, это именем нашего Господа Иисуса Христа, потому что в этом имени сокрыто очень много для тебя и для меня, и однажды Бог позволил уверовать в Его имя и высвободить много очень источников, которые поныне кормят, хранят, держат, питают, греют и хранят, что самое главное. Передаю огромный привет вам из Красноярского края, присоединяясь уже Евгений Делился, привет от наших церквей. За все приветы! Щиро, дякую, заинно просим! Слава Богу! И, пользуясь случаем, хочу пригласить вас в гости. Я сижу и думаю, вот нам бы такой ресурс, мы бы горы свернули. И вопрос, чего вы здесь все сидите? Дорогие, у нас, мы просто молимся на коленях, иногда даже со слезами мы просим, Господи, высвободи, делать или нажать. У нас есть места, где мы открыли церкви, но у нас катастрофическая нехватка служителей. И я вас приглашаю. Просто вот сейчас обращаюсь, не знаю, я даже не планировал этого говорить. Если ты чувствуешь, что у тебя есть призвание, обратись к пастору. Я просто приглашаю. У нас очень много мест, куда нужно ехать и служить. Ехать можно с семьей, ехать можно одному, ехать можно командой. Не просто можно, а нужно ехать. Поэтому я вас зову. Есть земли, которые еще для Господа не приобретены. Есть где еще не звучит Евангелие, где много очень погибающих людей. Поэтому я приглашаю. И мы трудимся, как можем. Пускай Господь благословит. И, наверное, с чего бы хотелось начать свою проповедь и свидетельство, я такое сегодня сделаю. Наверное, с покаяния. Я хочу покаяться. Покаяться хочу, потому что, вот знаете, я вам завидую. Я завидую тем людям, которые с детства знают Бога. Вот то, братья, о чем они сейчас рассказывали, знаете, оно звучит так, как сейчас сила Божья, слава Божья. Но для меня намного больше силы и славы Божьей кроется там, где Бог хранит избранных своих. Там, где оно не повреждено, там, где не познали вот эти глубины сатанинские. Я смотрю, сколько мы потеряли за годы своего неверия, годы своей греховной жизни, когда мы погружались вот в эту грязь. Сколько потеряно было здоровья, времени, сил. Сколько деградаций было. И смотрю на вас, и просто радуюсь. Смотрю на деток, которые в воскресной школе, думаю, как же вы благословенны по-особенному. С самого раннего возраста. Каждый денек это все складывается воедино в прекрасные образы Иисуса Христа. Вы благословенная церковь, вы благословенный народ. Вот, и слава Иисусу за все. Что мне нравится во Христе, что когда бы ты к Нему не обратился. Знаете, мы сюда летели, мы разговаривали с одним пассажиром. Мы использовать, стараемся каждую возможность, чтобы говорить об Иисусе. И мой призыв к вам, не умолкайте никогда. Говорите во время, и не вовремя говорите. И не бойтесь выглядеть глупо, или как-то там что-то не в тему сказать. Звучите, пускай Господь вас благословит. И мы разговаривали с одним соседом. Он оказался, он что-то такое, смесь гремучая. Там и кришнаит, и какой-то гуманист, и вот все в куче. И он так все, знаете, такой образованный человек. Он так все раскладывает по полочкам. А мы люди не книжные, уверовали недавно. И я ему задаю прямой один вопрос. Я говорю, слушай, а как ты оправдываешься? Вот все понятно, все хорошо ты рассказываешь. Я говорю, скажи, когда жизнь закончится, где ты будешь, и какие у тебя гарантии вообще? Как ты вот планируешь вот этот момент преодолевать? Вы знаете, он просел, он говорит, я, говорит, вот мы накапливаем дела, мы преобразуемся в образы. Вот я живу сейчас, я работаю над характером. Я говорю, скажи, а как же те люди, которые не имеют возможности? Или вот час жить остался, один час, у него нет времени преобразоваться, изменить свой характер или еще что-то. А вопрос жизни и смерти. И вы знаете, после его беседы с ним, мы ему засвидетельствовали, как Бог в нашей жизни действовал. И лишь только больше утверждаю, что наш путь – это истина. И Христос, оправдавшись верою во Христа, Бог заплатил за нас дорогую цену. И сегодня каждый, в каком бы возрасте ты ни пришел к Христу, Бог обновляет тебя, обновляет тебя и начинает свой совершенный труд. И кому сколько отмерено, очень важно это время правильно провести. Пускай Господь благословит. Я хочу, знаете, поблагодарить вашу церковь, потому что вот я служу в городе, город Железногорск, Красноярский край. У нас церковь небольшая, 60 человек. Мы трудимся, я 6 лет там, как нахожусь с семьей, переехал туда, открыли новую церковь. И Бог нам позволил, явил такую тоже славу. Мы приобрели землю, участок и нашли немного финансов, заняли. Ну и начали строительство дома молитвы. И я хочу вас поблагодарить и пастора за то, что он где-то благословил и отправил к нам. Вот у вас есть брат Павел и Владимир Алексеевич, руководитель Центра реабилитации. Я хочу поблагодарить братья, что вы приехали и помогли нам построить, начать. Мы не могли двинуться, столкнуться с места. Еще где-то опыта не хватает, где-то веры не хватает. Знаете, когда они приехали, у нас оборудование, мы там что-то делаем. Но не могли тронуться. Они приехали. Вот знаете, даже для... Вот это было такой славой Божьей, что мы за неделю этаж построили. Они где-то были у нас около недели. И мы за неделю построили этаж. Это было для нас ободрением таким. Вот 15 июля мы начали работать. И я хочу поблагодарить, что вы дали братья нам этот толчок. Мы 31 января запустили отопление. И уже на Рождество 6 января мы уже провели первое богослужение. Конечно, у нас не все так шикарно, как у вас здесь. У нас еще стены бетонные, лампочки. Все так еще полустроительное состояние. Но мы ушли из аренды. У нас теперь есть свое здание. Мы трудимся там. Мы просим, молитесь за нас, чтобы Господь помог нам все это довести, достроить. Огромное вам спасибо. Очень приятно быть у вас в гостях. И хочу сегодня, знаете, тоже поделиться Божьей славой. Я понимаю, что богословием вас здесь не удивишь. У вас тут своих богословов хватает. И мы отчасти, всегда я, когда еду в какую-либо поездку, в какую-либо церковь, я молюсь, Господь, учи меня. И я всегда учусь в любой церкви, общаясь с любыми людьми. Я говорю, Господь, говори в мою жизнь. И я всегда учусь. И я хочу, знаете, наверное, будет больше силы в том, что я хочу делиться тоже свидетельством. Но это будет такое свидетельство, проповедь, которое можно, наверное, назвать следующим образом, что отношение к молитве должно меняться. Я бы вот так его назвал. Отношение к молитве должно меняться. То, что человек должен молиться, это истина, которую опровергнуть вообще нельзя никак, невозможно. Потому что даже если, отложив в сторону Священное Писание, что делать никогда нельзя, конечно же, и заглянуть просто в свой внутрь. Знаете, вот есть люди, инвалиды, у которых есть какой-то дефект, рука, нога, неважно в чем это выражается, но человек не может полностью, полноценно функционировать. Ему дают инвалидность и даже платят за это деньги. Вот, знаете, человек, который не умеет молиться, который не познал, что такое молитва, ему можно сравнить, наверное, тоже с инвалидом. И я даже больше бы сказал, что, наверное, еще сложнее степень инвалидности, когда человек утратил или не имеет способности и возможности иметь личных отношений с Творцом. То есть молиться. Знаешь, можно достичь всего. Можно быть очень успешным, денег заработать, образование получить, должность какую-то занять, семью создать, родить, все. Но никогда твоя душа не насытится, если она не соприкоснется с Творцом. Если она не познает вот это вот дыхание молитвы. В Салмах написано, только в Господе успокаивается душа моя. Настоящий мир и покой приходят в сердце человека. Вот это полнота. Потому что нас Творец такими сотворил. Бог нас создал. Это неотъемлемая часть жизни человека молитва. Это как дышать, это как кушать. Это как развиваться физически. Вот точно так же молитва, она должна быть в нашей жизни. Она необходима. Если человек этого не имеет, он инвалид, я считаю. Он инвалид, и за него надо молиться, чтобы Бог его благословил очень сильно. Я хочу сегодня свидетельствовать о молитве, о том, что отношение к молитве должно меняться. Я, знаете, вот я пришел к Богу через молитвы. Бог меня очень сильно являл. Вообще все начинается с молитвы. Отношения с Богом, с молитвами, покаяния. И в моей жизни молитва была очень сильно явлена. Первое соприкосновение с молитвой я пережил, когда закончил школу, 11 классов. И настал момент, куда идти учиться. Я решил поступать в Омскую школу милиции. И я помню, мы из небольшого городка. Приехали с мамой поступать. Мама со мной поехала. И я помню, я пришел к институту, и я помню, такая табличка черная и такими золотыми буквами яркими написано «Омский юридический институт МВД». У меня аж голова закружилась. Он такой крутой институт был, знаете. А туда, чтобы поступить, надо было быть либо очень умным, либо богатым, либо связи иметь. Я вот ни в одну из категорий не подходил никак. Но я очень хотел учиться. Вы знаете, я пошел готовиться к вступительным экзаменам. И я понимал, что у меня шансов на самом деле очень мало поступить в этот институт. Меня никто никогда не учил молиться. И в моей родове, хотя я не очень ее знаю, дьявол разрушил все. Я даже своего деда не знаю. Отец оставил нас, когда мне было два года. Деда, я своих родных вообще не знаю. Ни одного, ни по матери, ни по отцу. Дьявол вот все разрушил. Никто никогда не учил молиться. И родных вот нет, кто бы веровал, по-настоящему молился. Но вы знаете, вот в человека это заряжено. Вот от Бога есть вложенная эта потребность молиться. И когда тебя придавливает и включается вот этот духовный инстинкт, я бы его так назвал, ты замолишься. Ты обратишься к Творцу. И вот тогда я очень хотел поступить в институт. И первое мое переживание молитвы, мой молитвенный опыт, я встал на колени, в бане готовился к экзаменам, встал на колени и говорю, Господи, помоги мне, пожалуйста, поступить в этот институт. И все, первые экзамены, я все сдаю на тройки, кроме физкультуру сдаю на пять, все остальное на тройки сдаю. И меня принимают. Вы знаете, меня принимают. А конкурс там около 13 человек на место. Это просто нереально туда поступить. А я попадаю под какую-то программу федеральную от Иркутской области. У нас было несколько мест, и нас всего лишь двое. Мест было, кажется, три. А у нас двое пришло поступать. И если даже мы все на тройки сдаем, нас обязаны были взять, вне всяких конкурсов и программ. И я проступаю, вы знаете, выхожу. Мама гордится, вся улица гордится, вся родня гордится. Вот, хоть один в люди выбьется, и нам поможет. Я тоже горжусь. И вы знаете, я забыл, что я молился. Я забыл, что я молился к Богу. Я опять, я всегда себя относил к категории людей таких способных, которые способны там договориться, выкрутиться. И здесь я тоже, ай да я, ай да выкрутился, ай, опять да проскочил. Повезло, знаете, как бы. Но первое мое переживание, что Бог, и я хочу сегодня вот каждому сказать, что Бог, Бог отвечающий. Когда мы молимся, Бог отвечает. Бог помогает нам. Помогает нам. Знаете, я забыл, что я молился, начал учебу. И следующее мое соприкосновение с Богом в молитве, это было первое сессия того же самого института, в который я поступил. У нас был такой предмет, логика, первый экзамен. И очень строгий профессор был такой, знаете, он говорит, на пять знает учитель, который меня учил. Я знаю на четыре, а троек я не ставлю никогда, потому что у меня не может быть учеников-троечников. Поэтому идите и учитесь. И там вся группа тряслась. Я тогда понял, что мне нужна сверхъестественная помощь, чтобы сдать этот экзамен. Потому что, ну, сложная наука, и я никогда не проявлял особых способностей в познании таких наук. И вы знаете, я помню, вот день экзамена настал. Я закрылся в комнате. Весь взвод вышел на построение. Я закрылся в комнате, снял фуражку. Встал на колени. И говорю, Господи, помоги мне сдать этот экзамен. Потому что без Тебя, ну, не смогу я сдать этот экзамен. И вы знаете, командир нас построил. Кто пойдет первый сдавать экзамен? Я говорю, ну, думаю, что стоять, трясти, все равно ничего не знаю. Либо стрельнет, либо повезет, либо не повезет. Я говорю, я пойду. Захожу. Вы знаете, у студентов неверующих, вот кто Бога не знает, у них там есть своя религия целая. Вот когда, чтобы сдать экзамен, нужно на ночь книжку. Под подушку ложить там. Билет брать левой рукой, а правый крестик сзади делать. Там не бриться. Ну, там, в общем, свои целые ритуалы такие. Я, как хороший студент, все исполнил. Все кресты поставил. Левая рука у меня. Все как надо. Беру билет и хочу свидетельствовать студентам, учащимся. Вы знаете, не работает. Не работает вот эти все священодействия, в кавычках, если их можно так назвать. И я понимаю, знаете, читаю билет и понимаю, что есть песня такая у Кузьмина. А за окном все так же стонут провода, и поезд мчит меня в сибирские морозы. Я, когда билет этот прочитал, я понял, что я отучился в институте. И сейчас я сяду, скорее всего, в поезд и на родину, в Сибирь поеду. Сапоги мне оденут, и я в армию пойду служить. Я сел, сижу, все, что знаю о логике, собираю все в кучу. Настает время мне отвечать. Я подхожу, сажусь, отвечаю, все, что знаю, говорю. И смотрю, мой профессор сначала побледнел, а потом покраснел. И потом он начал на меня просто орать. Я даже не говорю кричать, а орать именно начал. Как ты посмел прийти, неподготовленный? Он на меня кричит, и вот этот поезд еще быстрее, знаете, быстрее еще поехал. Я понимаю, все, отучился. И вы знаете, он на меня кричит, кричит, а я уже не слышу, я все уже. Я уже в другом измерении нахожусь. И в этот момент он, знаете, что-то раз так осекается. А я начал говорить один из пунктов, и он меня перебил уже. Он говорит, молодой человек, подождите, извините, ведь вы же начали говорить вот это. Я говорю, да. И он говорит, совершенно верно, простите, что я перебил. И начинает вот весь билет за меня рассказывать, как бы так извиняется и рассказывает. А я сижу, киваю, думаю, что происходит вообще. В общем, он мне ставит четыре, закрывает книжку зачетную, я выхожу с экзамена, вся группа сдал. Я говорю, ну конечно сдал, что бы я не сдал. И вы знаете, опять забыл, что я молился. Но Бог поругаем не бывает. Вот Бог являет себя по милости. И вот первые шаги в Боге, они, наверное, так и выглядят. Господи, дай, Господи, помоги, Господи, сохрани. И вот мы когда просим, это уровень, я его называю такой, уровень языческого познания Бога. Потому что все язычники, они ходят, они молятся, но их богословие кроется на уровне что-то получить от Бога. Своим идолом они ходят лишь с одной целью, получить что-то. Все равно сердцевиной ихнего богословия являются они сами, лишь бы им было хорошо. И я на этом же уровне строил отношения с Богом, всемогущим, истинным. И Он по милости своей являл мне себя, являл свою помощь. Но знаете, я вот в тот момент, Бог изменил стратегию. Следующее мое переживание молитвы, это уже было не когда я молюсь, а когда за меня начали молиться. Я хочу сейчас вдохновить тех, кто молится. Библия нас учит, чтобы мы непрестанно молились, чтобы мы всегда в молитве были постоянны. Нас учит этому Священное Писание. И Давид писал и учил, что одноволе желаю пребывать в Доме Господнем. То есть Божье присутствие, оно необходимо каждому человеку. И вы знаете, следующее мое переживание молитвы, я закончил институт, получил звание лейтенанта, работал в уголовном розыске. И я учиться продолжал в академии юридической. Хотел стать генералом МВД, думал, по лестнице карьерной пойду. И поступил в академию, учился и приезжаю на одну из сессий в город Омск. И ищу жилье подешевле. И мне говорят, слушай, есть бабушка, она правда, говорит, из секты, но, говорит, зато дешево сдает комнату. Я думаю, да мне какая разница, откуда она? И вот тогда вот примерно то же самое, что Илья рассказывал, я услышал первый раз, как молятся пятидесятники. Я испугался, я думаю, господи, проклятие бы, думаю, какое-нибудь неприликло только ко мне. Они все так, знаете, я стою за стеной, думаю, вообще, что происходит, что это такое. И они за меня помолились. Вот эта бабуля, она за меня помолилась. Я приоткрою тайну, знаете, вот я работал в полиции, и у меня, я работал в полиции, но я параллельно еще употреблял наркотики. У меня был доступ к наркотикам и вел такую двойную жизнь. Когда ты ведешь двойную жизнь, вопрос времени, все тайное станет явным. Если ты там что-то крутишь, выдаешь себя за одного человека, неважно где это, в церкви, в семье, перед родителями, на работе, все встанет на свое место. Вот тайное, оно и является сутью. Бог, видящий тайное, воздает явное. Мы себя измеряем, но я же правильно себя веду. Нет, Бог, видящий тайное, воздает явное. И Бог меня свел вот с этой бабулей, она за меня помолилась. И через три дня после этой молитвы меня ловят на притоне, еще на сессии. Меня ловят на притоне с наркотиками и с таким позором выгоняют с академии. Потом мне пришлось уволиться с полиции. И моя жизнь, знаете, вот Писание учит, что путь праведника, он вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Вот путь праведника, он вверх. Вот просто иногда мы вверх с низом путаем, иногда путь вверх, он выглядит, как будто путь вниз. Вот главное не перепутать, потому что в жизни бывает тебе предлагают, и тебе кажется, вот он мой путь вверх. Но на самом деле это путь вниз. И вроде работу предлагают, и хорошая, но это твое падение. А иногда кажется, вот сейчас, если вот так пойду, еще хуже станет, труднее станет, и кажется вниз. Но на самом деле это путь вверх. Есть такой псалом замечательный, что я, опускаясь на колени, поднимаюсь к небесам. Вроде бы в физическом мире ниже ты опускаешься, а в духовном ты становишься выше. И вот после молитвы этой бабушки у меня пошел путь вверх, но только выглядел он не как вверх. Мне не повысили звания, меня выгнали с института. И я вниз, и я все время, когда меня выгнали с академии, потом мне пришлось уволиться с полиции. И уже где-то, я где-то в апреле, наверное, уволился, а в феврале я уже сидел арестованный в камере в том гоме, в котором сам раньше работал. Я всю эту бабушку вспоминал, думаю, проклятие прилипло. Думаю, когда это перестанет действовать в моей жизни, вот это проклятие, когда эта молитва перестанет действовать. Я хочу свидетельствовать, никогда не перестанет. Я больше никогда с этой бабушкой не встречался, я думаю, она, наверное, сейчас, скорее всего, уже у Господа. Но эта бабушка помолилась, я сейчас вдохновляю каждого, кто на этом месте молится за своих родных и близких. Дорогие, ваши молитвы, они не тщетны. И вы можете не видеть результата. Но у Бога ни одна молитва, Его праведника, она бесследно не проходит. Вы не уставайте, не унывайте, молитесь. Молитва – это очень мощное оружие, которым нас Бог благословил. Это просто влиять мы можем. И вот эта бабуля за меня помолилась, и все, и я в камере сижу и думаю, что будет дальше. Но вы знаете, даже вот уже сейчас я понимаю, что вот молитва, с одной стороны, знаете, у меня вниз все пошло, но с другой стороны, я в апреле увольняюсь, а в июне весь отдел уголовного розыска, в котором я раньше работал, их садят в тюрьму за убийство. И срока дают 15, 20, 25. Весь отдел, всех оперуполномоченных, всех, младших, старших, всех садят. И начальников в том числе. А я в апреле увольняюсь. И я вот тогда уже понимаю, думаю, Господи, спасибо Тебе за эту бабушку, и спасибо Тебе за молитву, за эту, и пускай я потерял эту работу, и все, но я не в тюрьме. Но я помилован Тобою, Господь, и я не в тюрьме. Бог сохранил меня от тюрьмы. Следующее мое переживание молитвы, это уже когда я, знаете, вот дошел до дна, как говорят. Я тоже был в зависимости, и я вообще разбился. В 22 года, я помню, я пытался сменить место, уехал в другой город, думаю, мне просто надо сменить круг общения. Приехал к друзьям, мне дали работу. Я хочу свидетельствовать, вы можете наркоману давать что угодно. Его это никак не спасет. Можете друзей ему поменять, работу новую дать, еще что-то. Сила греха, она намного мощнее, чем все наши усилия, даже вместе взятых. И только сила Божия может отменить вот эту силу греха, и высвободить силу благодати в жизнь грешника. И вот мое переживание, я помню, я рассуживаю, мне 22 года, и я не могу быть, я бы четко понимал, я не могу быть другом, у меня уже не было друзей, дьявол разрушил все, друзей нет, семьи нет, я дома не могу жить, я в розыске был. И меня уже никуда не пускают, потому что везде, где я заходил, я воровал. Я все, я воровал, я был вот раб греха, в высшей степени, вот во всех проявлениях, раб греха реальный. И я понимал, что моя жизнь, все, ноль, у меня никаких перспектив, просто никаких. Могила и то, и у меня такая депрессия, знаете. И я помню, мама мне звонит и говорит, Алексей, поедешь в центр реабилитации? А у меня старший брат, он тоже наркоман был, он, кстати, сейчас где-то в Белоруссии, вот здесь рядом тоже. Он сейчас пастор в Иркутске. И она говорит, вот Андрей, он в центре реабилитации, он уже не колется. Но только он, и она так, знаете, заплакала, она говорит, только он. Я говорю, мам, что такое? Она говорит, он с мужчинами целуется и так плачет, знаете. А она с ним пришла на вокзал однажды, и он встретился с братом. И они так, и она мне рассказывает, говорит, они при всем вокзале, губы в губы, поцеловались. Я стою, думаю, что же мне делать-то? Жить хочется вроде бы, как бы. А там, ну, с мужчинами надо будет целоваться. Я, конечно, шучу сейчас так немножко, но переживание было, знаете, было переживание. А потом думаю, ну, что делать? Если поможет, ну, пойду, буду целоваться. Поехал. Приехал в центр реабилитации. И вот здесь все началось, братья и сестры. Вот самое главное, самое важное, это когда ты впервые слышишь об Иисусе Христе. Мне говорят, тебя любит Иисус. Он умер за тебя, и Он может изменить твою жизнь. Знаете, в городе, в котором я жил, одна из точек находилась буквально метрах в пятидесяти от церкви пятидесятнической. Я очень часто ходил туда за наркотиками. Я очень часто шел за наркотиками, а люди в собрания шли. Меня никто ни разу не остановил, не сказал, тебя любит Иисус. Может быть, я выглядел как-то непривлекательно, может быть, даже пугающе выглядел, взгляд наверняка был не очень любви обильный. Но я вас побуждаю сегодня, дорогие, когда вы идете, и навстречу вам идет человек. Имейте дерзновение перед Богом. Просто остановите и скажите, тебя любит Иисус. Он вас не поймет, он вообще ничего не поймет. Но Дух Святой возьмет эти слова, поместит в его сердце и будет через них действовать внутри этого человека. Он заразит его Божьим действием и начнет действовать внутри него. И ваши слова могут спасти человека. Имейте дерзновение. Пускай он вас обматерит, пускай он вас оскорбит. Ну, даже если поддаст чуть-чуть. Пострадаете за имя Христа, ну, не больше, ничего с вами не случится. Но душа может спастись, знаете. И я пришел в центр реабилитации, мне говорят, тебя любит Иисус. И вы знаете, я вот, ну, я логик такой, я все, мне надо понимать. Я сижу, думаю, почему Иисус? Во-первых, меня поразило имя. Думаю, почему не Иван, не Василий? Вот думаю, надо же такое имя, Иисус. Потом уже думаю, ну, ладно, Иисус так, Иисус. Следующее, думаю, я не мог поверить в то, что Он меня любит. Потому что я знал, кто я. Я знал, что я делал в своей жизни. И если есть Бог, и мне, все мои отношения с Богом могут лишь свистеть к одному. Я виновен, и я заслужил наказание. И все, что Бог должен сделать в моей жизни, Он должен меня наказать. Я это четко понимал. За то, что я натворил, Бог должен меня наказать. А мне говорят, тебя любит Бог. И вы знаете, мозг трещит по швам, а сердце как будто бы оживать начинает уже только просто от этих слов. Сердце начинает оживать просто. И мне говорят, Он может тебе помочь. Вот здесь я вообще не мог никак вот состыковать это. Я думаю, я живу сегодня, а они говорят, Он две тысячи лет назад жил. Ну, Он сейчас на небе там, но две тысячи лет назад Он был на земле. Я думаю, вообще, вообще, ну что это такое вообще? Вот что это за информация за такая? Он две тысячи лет назад жил, я живу сегодня, и Он может мне помочь. Как это может работать вообще? Мозг у меня, вот так, знаете, в стену уперся, а сердце говорит, это то, что тебе нужно. Это то, что ты искал всю жизнь. И вы знаете, я встаю на молитве, я не молился как-то публично, молитвой покаяния было. Я помню, я встал перед Богом искренне и говорю, Господь, если Ты есть, вот реально, все, что они мне говорят. Хотя, вы знаете, был опыт, когда Бог отвечал, но я про все забыл. Я говорю, если вот то, что они говорят, правда, и Ты есть, и Ты меня любишь, и я попросил у Бога прощения, я тогда покаялся. И следующее, о чем я хочу сказать, дорогие, молитва, это место, где Бог просто исцеляет тебя своей силой, миром своим. Знаете, вот многие свидетельствуют, я пришел в Богу, там болел, вот в центре реабилитации, говорит, Бог убрал у меня все, вообще все убрал. У меня ничего не убрал. Я болел, не спал по полной программе. Но то, что Бог сделал со мной, это дало мне силу идти вперед. С этой молитвы, в этой молитве Бог излил в мое сердце глубочайший очень мир. Мир, я бы сказал, неземного происхождения. Мир небесного происхождения. Мир, который я не мог нигде добыть в этом мире. Ни за какие деньги, ни через наркотики, ни через машину, ни через что. Мир, который отчасти можно сравнить с тем миром, который мы имеем с вами в детстве, когда мы находимся на содержании родителей. И нас не беспокоит, что будет завтра. Мы знаем, что мы будем сыты, одеты. Иногда приходишь вечером, нагулялся, помылся, уставший, ноги гудят. Но в сердце мир. Ты дома, папа, мама, все на месте, все здорово. И вот этот мир, который Бог излил в мое сердце Духом Святым, он был еще сильнее. Он был еще глубже. Я не понимал, где я. Я не понимал, что это за церковь. Но я четко понял, я там, где я должен быть. Я вернулся домой, и я отсюда никуда не пойду. Я понимал, меня еще, я болел, мне было трудно, плохо. Но мир, который Бог излил в сердце, дал мне силу противостоять греху. Вот есть сила греха. Христос пришел, чтобы спасти людей от грехов их. Я всегда говорю, вот Писание Священное, это не книга, которая, знаете, о чем-то далеком, небесном. Это книга жизни у нас ее называют. Это хлеб жизни. Когда я ее читаю, я практически всегда для себя учусь, как мне жить. Она меня научает, как детей воспитывать, как жену любить, как на себя смотреть, как на Бога смотреть. Я практически учусь, как правильно чувствовать я учусь. Я сравниваю то, что внутри меня, и то, что Писание учит, и я как бы преобразуюсь. Я вот сюда подвожу свой образ, и тот мир, та сила Божия. Знаете, написано, что Христос отменил вот эту силу греха. Христос спас нас от грехов наших. Знаете, я знаю, что такое сила греха. Сила греха настолько мощная, и я думаю, вы каждый в разной степени переживали на себя силу греха. Когда грех влечет, когда грех манит, и ты сам по себе не имеешь силы властвовать над ним, если не прибегнешь к силе Божьей. У нас нет силы противостоять греху. Ты все понимаешь, ты знаешь, как надо, но если в тебе не будет силы Божьей, ты не справишься с этим. Грех настолько сильно держал меня в рабстве, я понимал, он меня просто на лопатки положил. Настолько мощная сила. Но я пережал другую, я силы мощнее, силы греха в своей жизни никогда не встречал. Я разные видел силы, но сила греха превосходила все силы. А здесь Бог высвобождает совершенно новую силу. Знаете, вот про турбины. Вы на самолете летаете, если, да? Я однажды пережил такое откровение. Вот садишься в самолет. Я вот сел однажды в самолет, он такой большой, больше, чем наш дом молитвы. Вот есть сила притяжения. Она действует на всех. Вот все ей подвластны. Я сел и думаю, ну надо же, вот такая вот мощная машина, она может лететь. На нее тоже действует сила притяжения. Но когда она разгоняется, и вот законы, я не знаю, как это правильно все называется, вот эта аэродинамика, скорость и крылья, они при взаимодействии, они отменяют силу притяжения. И машина летит. Я лечу в самолете, думаю, ну надо же как, а? Ну надо же, как мощная, а? Вот надо же, есть сила, которая сильнее силы притяжения. Вот точно так же в моей жизни произошло. Я был подвластен в силе греха, но Бог высвободил новую силу, силу благодати Божией, которая освободила, просто отменила грех, и Он больше не властен надо мной. И вот тогда я понял, я попросил у Бога, говорю, Господь, пожалуйста, дай мне жизнь. Я не просил от наркотиков освободить. Я считаю, вообще вопрос у меня был не в наркотиках. Вопрос был в потере тяги к жизни, знаете. Я однажды прочитал такую историю. На одном мясокомбинате люди работали. И когда забой, вот скотину ведут на забой, один бык шел, они туда падают, там их как-то перемалывают, режут, ну не знаю. Он говорит, вот они идут на забоис. И один бычок встал, уперся, и все, и не идет. И он встал, уперся, и мычит, и не идет. Мы выбежали, несколько мужчин, давай его толкать. А он уперся, потом он лег на землю, и он, говорит, плачет, мычит, и упирается копытами, и не хочет идти на смерть. И говорит, бык ревет, плачет. Мы рядом стоим, ревем, плачем. Потом они в итоге скинулись деньгами, выкупили быка, его в зоопарк, и с этой работы все уволились. Я когда эту историю прочитал, думаю, ну надо же, творение Божие, тварь, да, скотина, которую Бог создал, имеет такую тягу к жизни. И как сильно дьявол повреждает человека, что он опускается на уровень еще ниже, теряя вот эту жажду к жизни, теряя тягу, стремление жить, развиваться, преображаться. И он как скотина идет на забои. Он грешит и сам себя убивает. И вот я был точно так же разрушен. Я говорю, Господь, дай мне жажду к жизни по-настоящему. Вот измени мою жизнь, спаси мою жизнь, наполни меня вкусом, смыслом. Просто освободи меня, Бог, просто спаси меня. И Бог высвобождает вот эту силу. И я иду по воде. Знаете, я дорогой. Эта сила, этот мир, эта радость, которую Христос изливает сердца духом своим, она дорогого стоит. Меня несколько раз пытались из центра выгнать, но я ни разу не ушел. Я говорю, я не пойду никуда. Я буду мыть туалеты, я буду чистить картошку, я буду штрафным. Но я никуда не пойду. Я не могу никуда идти. Знаете, у нас есть один брат в Красноярске, его однажды с одного центра выгнали, он в другой, в третий, его уже нигде не брали. Он однажды пришел в один центр. Они говорят, мы тебя не возьмем. Он говорит, ну как вы меня не возьмете? Это дом моего отца, ну как вы меня не возьмете? Знаете, что он сделал? Он сел на лавочке возле дома и начал кричать, Иисус, меня не пускают к тебе. И сидит на всю улице, говорит, люди ходят, прохожие, а эти в центре сидят, думают, что он там кричит, сидит. А он говорит, Иисус, скажи им, чтобы они меня пустили. Они меня не пускают. Знаете, когда ты хочешь жить, когда ты понял, где сила, когда ты понял, кто даятель жизни, ты будешь держаться, когда ты пережил это. И вот я точно так же, я понимал, что мне отсюда никуда нельзя. Никуда нельзя. Дорогие, молитва – это место, где Бог наполняет нас. Иисус, наполняет нас своей силой, своим миром, своей радостью. Проповедь, свидетельство называется «Отношение к молитве должно меняться». Я хочу, чтобы мы сегодня с вами проанализировали, ты зачем ходишь молиться? Только лишь попросить в его присутствии. Давид писал, это очень помазанный человек. Он говорит, я одного желаю. У него была просьба к Богу пребывать в Доме Господнем во все дни жизни моей. Во все дни жизни. И я не думаю, что он говорил о Доме. Я думаю, он говорил о Божьем присутствии. Потому что нет смысла быть в Доме, где нет Бога. Нет смысла быть там, где нет Бога. И Давид понимал, что именно там он наполняется Божьей мудростью. Он наполняется Божьими откровениями. Он наполняется Божьим дерзновением, силой, смелостью. Он успешным становится не в институте. Он успешным становится в Божьем присутствии. Бог помазывает его на успех, изливая в его сердце Духом Святым свой мир, свою радость, свои чувствования, преображая его в Божьем присутствии. Отношение к молитве должно меняться. Когда я иду на молитву, я четко понимаю, Бог меня будет преображать. Бог будет наполнять меня своей силой. Следующее мое переживание молитвы. И знаете, в Евангелии Атеана написано, что «Если прибудете в Слове Моем, и слова Мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, будет вам». В Евангелии Атеана. Я четко эти слова для себя вычислил, думаю, ну, я понимаю, что Слово Божье, если написано, то не отменишь. Оно должно работать. Я прочитал, думаю, если я прибуду в Слове, и слова его во мне прибудут, я попрошу, он мне даст. Я очень сильно хотел, да, Евангелие Атеана, 15 глава, 7 стих. И я четко для себя, мне надо, я очень хотел иметь машину. Я люблю ездить на машине. Я на реабилитации, я захотел машину. Я говорю, все, я прибуду в Слове и буду просить, и Бог мне даст машину. Я читаю Слово, прошу машину, читаю Слово, прошу машину. И однажды я в молитве прошу, прошу у Бога машину. И Бог мне говорит, а зачем тебе машина? Я говорю, я поеду. Мне Бог говорит, а куда поедешь? Я так, знаете, ну уже в принципе ехать-то шибко некуда. Везде, куда можно было бы поехать, там поймают и побьют. Я говорю, я к друзьям, к своим бывшим поеду и покажу, что я больше... И вот по мере того, как я Богу объясняю, куда я поеду на машине, которую, если он мне даст, я начинаю понимать, что я могу не уехать оттуда, куда поехать собираюсь. И потеряю все, что мне Бог сейчас дал. И я четко в молитве начинаю сознавать, что мне не нужна машина. Вот просто она мне не нужна. Знаете, в Библии, в Псалмах написано, что ты наполняешь желания благом. Благом желания наши наполняет Бог. Много желаний, но важно иметь благие желания внутри себя. И Бог формирует в нас желания. Дорогие, отношение к молитве должно меняться. В молитве Бог преображает нашу мотивацию. В молитве Бог формирует наши с вами желания через слово, через молитву. Бог формирует в нас правильные желания. Ты можешь это прикрыть, ты можешь это как-то назвать. Я четко тогда пережил, насколько мне не нужна машина сейчас вообще. И слово Божье работает. Я пребывал в слове, просил и Бог дал. Я попросил не дать машину, Бог мне не дал машину. Почему? Потому что я понял, мне оно сейчас не надо. Откровение это пришло в Его присутствие. В Его присутствие. Следующее мое переживание, которое я имею в молитве, я буду уже заканчивать свою проповедь. Знаете, молитва это место, где Бог укрепляет нас и дает силу нам проходить любые испытания. Без молитвы мы не пройдем того пути, который Бог имеет для тебя и для меня. Когда мы смотрим на Христа, Он очень много времени проводил в молитве. Он укреплялся в молитве. Однажды Он взял учеников с собой на гору и попросил их пободрствовать с Ним. Он молился, потому что у Него был самый последний путь. Путь Голгофе. Путь очень тяжелый, путь очень трудный. Вы знаете, где Христос укреплялся, Он шел в молитве, и Он имел ближайший контакт с Отцом Небесным. Знаете, в моей жизни было такое переживание. У меня на сегодняшний день четверо детей, и одна из наших дочерей, Анфиса, когда мы ей забеременели, то нам поставили диагноз, что у нее смещение хромосом, и порог сердца, и язвы. И нам сказали, это будет ребенок даун, и это будет недолгий жилец, она, скорее всего, очень быстро умрет. И на нас начали давить, чтобы мы сделали аборт, еще что-то. Вы знаете, когда я впервые услышал, у нас есть бумаги на это все, что это было. Когда я первый раз услышал, что у меня будет даун, у меня были к Богу вопросы. Потому что я когда уверовал, я говорю, Господь, я буду тебе служить всю жизнь. И когда мне сказали, что у меня больной... Знаете, плоть, она сразу вопросы задает. За что, Господи? Я же вот такой, и вот такой, и вот такой. Но это такие плотские вопросы. За что, Господи? Почему, Господи? Потом я эти вопросы изменил. Я понимал, что если со мной вообще так-то по справедливости, то я еще больше наказаний заслужил. И даже больной ребенок, это не полнота наказания была бы. Но, вы знаете, я начал молиться очень много к Богу и за дня в день, и за дня в день. И ты ищешь разные ходы. Я говорю, Господь, я не могу. Я реально, я настолько был испуган, потому что вопрос был даже не в больном ребенке. Я четко понимал, что я еще не готов принять такого рода нагрузку на себя. Я как представил, что больной ребенок, жена, я видел, как она плачет. И я понимал, что я могу не справиться. А я еще совсем недавно, ну, только уверовал, я только недавно выбрался из грехов. И та нагрузка, которая придет сейчас в мою жизнь, я очень сильно ее испугался. Я реально говорил, что, Господи, я не готов, я не справлюсь с этим. Я просто не справлюсь с этим. Но я еще не дорос до такой нагрузки. Вы знаете, одна молитва, я однажды молюсь утром и продолжаю вот этот диалог, говорю, Господь, ну как-то, ну за что, ну как мне вот этот путь пройти? Вы знаете, ищешь разные лазейки. У меня внутри лукавый приходит и начинает тебе говорить, ну слушай, ну просто не борись за этого ребенка. А у нас была сложная беременность, у нас все беременности были сложные. И за каждого ребенка мы боролись до последнего. на сохранении, там лекарства что-то надо. Первого ребенка отвоевали, родили второго. А тут третий больной. И тоже угроза выкидыша. И внутри, ну просто не борись. Ну не борись просто. Если от Бога родиться. А если не от Бога, то не родиться. И знаете, по плоти вроде этот путь такой вроде как бы полегче, как бы поудобнее даже. Но Дух Святой четко обличает и говорит, что нет, ты должен бороться за этого ребенка точно так же, как ты и за тех боролся. И по совести ты должен жить, а не по плоти. Ты по совести должен доверять мне. И вы знаете, я вот молюсь в этой молитве, опять игра вот этих мотивов. И Бог начинает мне говорить, как сильно Он меня любит. Знаете, одно дело, когда я говорю. Другое дело, когда тебе кто-то говорит, что Он тебя любит. И совершенно другое дело, когда приходит Бог и начинает говорить, что Он тебя любит. Это на уровне информации невозможно передать. Это когда идет откровение из Духа в Дух. Я лишь отчасти сейчас опишу то, что пришло в мое сердце. Бог мне показал, как сильно Он меня любит. И Бог мне показал, как апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, я молюсь, чтобы Бог вам дал Дух откровения и премудрости к познанию Иисуса Христа. И Он дальше, чтобы вы и силу, и что за богатство хранится. И вы знаете, Бог начинает мне открывать, как сильно Он меня любит. И что Он для меня приготовил там на небе, там, в вечности, в небесах. И Он начинает мне объяснять, что Алексей, я тебя так сильно люблю. И я тебя спас. И ты сейчас идешь, и ты служишь. И у тебя все хорошо. Но я люблю тебя больше, чем просто дать тебе комфортный земной уровень жизни. Я хочу, чтобы ты дошел. И чтобы ты в небе был со мной вместе, в вечности. В этой вечной радости, в этом вечном мире, который ты отчасти сейчас уже пережил. И я сейчас не могу это словами объяснить. Когда это откровение приходит в Духе, ты понимаешь, что там тебя ждет. И мне Бог начинает говорить, но чтобы туда дойти, тебе нужна нагрузка. Ты этого не понимаешь, но она нужна тебе. Чтобы, когда придет ветер, ты не соскочил где-то. И прям Бог мне объясняет, начинает понимать, что вот этот больной ребенок, он мне необходим, что это благословение для меня, а не какое-то наказание. И вы знаете, это на уровне... Вот с ног на голову все становится. Я начинаю понимать, что я нуждаюсь в этом больном ребенке. И мне Бог, знаете, вот так в молитве говорит, Алексей, вот сейчас как помолишься, так и будет. Вот попросишь здорового ребенка, дам здорового ребенка. Но я хочу, чтобы ты помолился по моей воле. И вот в эти моменты ты набираешься дерзновения, когда ты пропитан Богом, ты по-другому смотришь на мир. А Цафф пишет, вот кипело сердце мое, и вся внутренность моя. Я был как скот пред тобой, когда так рассуждал. Да коли не вошел в святое святых и не узрел конца. И вот когда эти откровения приходят, ты с легкостью имеешь дерзновение молиться и говорить, Отче, да будет воля Твоя. И если ты определил для меня вот этот путь, то значит это мой путь. И я с благодарностью принимаю его. Ты никогда не сможешь с благодарностью принять волю Божью, если ты не будешь находиться в его присутствии. Ты будешь роптать, ты будешь гундеть, ты будешь все время что-то недовольство выражать. Но когда ты в Божьем присутствии, пропитан словом, когда ты в молитве пребываешь пред Отцом Небесным, Бог дает тебе способность благодарить и принимать все, как из руки Его. И с благодарностью проходить все это. Я встаю с молитвы, иду к жене, говорю, Анют, все. Я говорю, даже вот не переживай. Больше никакие УЗИ, никакие анализы. Как Бог определил, так и принимаем ребенка. И мы помолились, обнялись, и все, и мы ждем. Знаете, когда настал момент родить, мы родили. Вот у меня четверо детей, и ребенок родился из всех четверых самый здоровый. Знаете, когда я свидетельствую об этом, всегда вот, слава Богу, говорят, вот когда я говорю, что ребенок здоровый родился. Знаете, у Дэвида Вилкерсона есть такая проповедь, песнь не на том берегу. Я четко пережил, что моя победа, мне уже не важно было. Ну, по-человечески, конечно, важно. Я сейчас немножко завышаю планку о себе. Конечно, я очень рад, что у меня здоровый ребенок. Но я считаю, что Христос подарил мне победу и моей семье, когда мы приняли волю Божию на свою жизнь. Не в зависимости от того, как оно будет. Победа – это когда ты принимаешь решения по воле Божьей, когда Бог наполняет тебя силой, и ты принимаешь все, как из руки Его. Дорогие, молитва – это место, где Бог наполняет тебя силой. Молитва, она нужна каждому. Молитва нужна жене, чтобы преображаться в образ Христа и быть хорошей женой. В молитве Бог дает силу женам быть кроткими, смиренными, послушными. В молитве. Без молитвы невозможно гармонично жить с мужем. Где мы становимся мужчинами, братья? В Божьем присутствии, преображаясь в Его образ. Потому что самый великий мужчина на земле – это наш Господь Иисус Христос. И если мы не приходим в Божье присутствие, мы утрачиваем вот эту мужскую природу внутри себя. Мы теряем силу быть мужчинами, быть отцами, быть мужьями. Мы утрачиваем это все. И когда мы возвращаемся в Божье присутствие, Бог помазывает нас кротостью, смирением и широким сердцем. И мы оборитаем в Божьем присутствии способность проходить любые трудности. И даже когда жена бывает непослушная, мы, как Христос, покрываем ее. И через это жена становится послушной. Мы никого не ломаем через колено. Мы имеем помазание воспитывать своих детей. Эти способности, эта сила, этот мир, это желание жить по Его воле приходят в Божьем присутствии. Знаете, в этом году мы для себя, для церкви выбрали два таких пункта. Первое, мы в этом году хотим углубиться в молитву. И второе, мы хотим усилиться в евангелизации. Однажды мы на молитве молились, я последнее, что говорю, и мы будем молиться уже с вами. Мы молились, нас немного, полупустой зал, утром молитва в 6 часов утра. Я не знаю, у вас, наверное, все ходят на молитву, но у нас, вот, к сожалению, я еще не могу это преодолеть. У нас из 60, ну, может, человек 12 ходит на молитву всего лишь утром в 6 утра. У нас каждый день в 6 утра молитву мы сейчас сделали. А до этого было раз в неделю. И даже раз в неделю церковь не вся ходила на молитву. И однажды мы молимся, и я молюсь, и мне Бог говорит, что видишь, Алексей? Я смотрю на зал, я лицом к залу стою, я говорю, Господь, ну, я вижу, что много пустых мест. А мне Господь говорит, а ты неправильно видишь, Алексей, у вас в церкви нет места. Я говорю, как так? Ну, вот место, вот. Человек сидит, вокруг него по 5 мест еще свободных. Он говорит, вы такие, вас так много, вы настолько большие, что рядом к тебе еще на 5 мест подойти нельзя. Так много плоти, так много еще эго, так много вас, вот вашего, 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 что люди не могут приходить к вам новое. Вас должно стать меньше. И тогда я буду наполнять ваше место. Молитесь и умоляйте меня, чтобы вы становились меньше. И мы в этом году для себя приняли такое решение. Мы уходим в молитву, в более глубокую, молитву всей церковью, молитву лично, молитву с детьми, молитву с женами. Дорогие, потому что молитва – это глубочайшее благословение для тебя и для меня. Давайте помолимся, братья и сестры, пускай Господь благословит. Спасибо. Спасибо. Спасибо.